Здесь, в Новом Буяне, на открытом пространстве, где нет ни высоток, ни заводов, очень холодно, минус 34 градуса, но мы журналисты, люди морозостойкие и бесстрашные, да и уж больно хочется в Новый год поставить на телекомпании настоящую зимнюю красавицу. Выбрать елку нам помог старейший работник лесничества Владимир Павлов. 30 лет он рубит елки и точно знает, какая самая лучшая. Чтобы зеленая была, не желтая. Стараться, чтобы пушистая была. В этом году в Новом Буяне заготовили 6000 деревьев. Чтобы ель дольше простояла, можно поставить рубленое дерево в ведро с песком и поливать. До майских праздников простоит, шутят в лесничестве. Главное – бережное отношение к природе. Каждая выращенная елочка, сосенка или ель, которая в северных районах, труд человека, он не виден. Труд работника, простого работника, начиная от сбора шишек, переработки, посева в питомнике и посадки его в лесокультурную площадь. В детские сады, интернаты и дома престарелых елочки предоставят бесплатно. Браконьерам здесь не рады. Патрули обходят лес круглосуточно по специальным маршрутам. Проводится патрулирование лесного фонда согласно утвержденных маршрутов. За незаконную рубку одной елки административный штраф, согласно статье 8.28, это от 3 до 4 тысяч на гражданина. В Самарской области 16 лесничеств. Так поддерживается нужное для региона количество новогодних деревьев. Чтобы посаженная в питомнике елочка окрепла и превратилась в новогоднюю, нужно 5-7 лет. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События. Марьяна Мирная, Максим Гусев.